Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 это унитарная, унимодулярная матрица ранга тринакия, если я говорю о кротосветах ИТА, это сколько? здесь суммировали по сколько интенсов пролегает? вот а? понял? НЦ квадратный? да, правильно, молодец так, ну и естественно тогда психи-счертой это есть психи-счертой который образуется так, что есть психи-счертой на минус 1 или на угрест угрест равно на угренжан это лагренжан это не зависит от экстола лагренжанного варианта относительно этих преобразований а для того, чтобы идея калибровочного принципа состоит в том, что заставит лагренжан тело лагренжан инвариантным относительно преобразований с ДТА с параметрами, зависящими от Х ясно, что такой лагренжан не будет инвариантным для того, чтобы сделать его инвариантным надо здесь ввести надо ввести поля А таким образом нужно, что здесь написать Д со шляпой где Д нюм Д нюм это есть Д нюм Д минус плюс Пи ш на нюм и они вот это вот и тогда значит тогда ну конечно глупин вариант будет обеспечено если мы только потребуем определенное преобразование А при этом да? и преобразование А такое будет что А нюм я так напишу переходит в во что переходит в А нюм ну я сейчас импишу ДТА напишу да? которое есть которое есть что то оно есть какое есть значит А не Т а не Т мы должны потребовать чтобы мы должны потребовать чтобы значит ум с чертой у крест да? да? Д нюм Де нюн, это основная степень, с преобразованным полем на у, должно быть равно де нюн. И отсюда мы получаем, что если такой условий будет выполняться, где де нюн депто предполагается, что такое? Де нюн плюс еже а мю депто, преобразовывая так более. Так вот, а мю депто должно быть равно, а мю депто равно у, мы можем переписать по-другому, значит, умножить на у и у крест, на у слева и у крест справа, и тогда сразу получим, чему равно де ню депто? Де ню депто получим у на а мю на у крест и у минус первое, плюс и делить на g, да? На де ню у на у минус первое, да? Такое вот преобразование. Правильно. Соображается. Где-то так. Может знак неправильный здесь, а так все. Пока. Это нам не очень важно. Вот есть такое преобразование. Видите? Действие подражаемого реального, относительно такого преобразования, ну и действие, естественно, реальное. И в этом-то и, значит, и кроется проблема, потому что, значит, вот этот интеграл, он содержит объем, просто так, содержит объем, ясно, что в нем есть объем меры групповой, да? Знаете, что такое мера по группе, вы знаете? Мера, да? Мера, групповая мера, да? Знаете, нет? Ну вот, нежели... Ну, должны знать, должны знать. Вот у нас есть преобразования такие, да? Ну, на самом деле. Для баллов преобразования. Давайте рассматривать сначала манинь. Манинь. Что? Давайте вот берем вот такую величину dθ, да? dθ, которая по определению есть произведение по а и по х, да? dθ до а по х. Вот что такое, да? Ну, давайте сначала забудем про х, а просто будем смотреть глобальное преобразование, да? Так вот, вот, значит, вот это будет мера интегрирования по группе. Ну, на самом деле, это, хоть иногда так и пишут, наверное, это не совсем правильно. Но определяется, вообще-то говоря, мера интегрирования таким образом. Внешне у нас есть вот так. Давайте обзовем преобразование. Ну, у нас здесь у входило, но вообще давайте обзовем преобразование G, групповое преобразование G какое-то. Есть? Значит, и мы определим dµ, это непрерывное преобразование, определим меру на этой группе. Таким образом, dµ определение. Таким образом, что dµ от, если у нас есть преобразование G, если у нас G равно G1 может 2, то есть понятно, что если мы говорим о группе, берем одно преобразование, второе преобразование, произведение это опять принадлежит в группе, да? И мера интегрирования по группе, она предпочитает стать таким образом, что dµ от G равно равно dµ от G1. Если G2 фиксированное преобразование, какое-то фиксированное, а G1 меняет, вводим меру на группе G1, то тогда мера на G1 равно мере на G2. На G просто, да? Таким случаем должна обладать мера. Ну понятно, что я же у нас... То есть, конечно, эта мера определяется через параметры интегрирования, через параметры группового преобразования, через параметры группового преобразования. Ну, например, в группе СУ2, или в группе... Которая там, ну, в каком смысле и заморож на группе... Какой СУ2 группа? СУ3. О-3. О-3. О-3, группа вращений, да? Ну, группа СУ2, говорят, что она является универсально накрывающей группой О-3. Ну, чем, на самом деле, отличие только в том, что у группы СУ2 есть неоднозначные представления всего больше ничего. А все представления группы О-3 однозначные. Вот. Но, в смысле групповых параметров, это одни и те же преобразования. А преобразование поворота... То есть, преобразование поворотов в трех первом пространстве, да? Как могут быть эти преобразования параметризованные? Преобразование поворотов. Знаете параметризацию поворотов? Какая обычно параметризация используется? Ну, вам. А? Внутри. А? Внутри. Не она используется. А используются... Углы Эймера используются для преобразования, да? Альфа, бета, гамма. При преобразовании проводятся три этапа. Сначала поворотов на угол альфа вокруг оси Z. Потом на угол бета вокруг оси, которая получается уже... В которую переходит ось Y после первого поворота на угол бета. И потом преобразование на угол гамма вокруг оси... Оси... Довой оси Z, да? Альфа, бета... Ну, ясно. Три параметра при этом, да? У нас будет альфа, бета, гамма. Мера на угол гамма. Мера на угол гамма. Она... Такая... Потому что она... Это реальное выражение для меры. Ну, вот и можно показать, что... Вот эта мера удовлетворяет тому свойство, что проводим. Если у него одно преобразование и другое преобразование, которое получается применением... Ну, из произведения данного на некое фиксированное преобразование, то вот... Меры совпадают. Это важные свойства, значит. Важные свойства веры. Что там? Да. Важные свойства веры. Преобразование. Три 0. Здесь уже не используется. Но! Я хочу сказать, что если мы рассматриваем малое преобразование, да? То вот меру можно вот так выбрать. Для малых преобразований. Меру можно выбрать так. Ну, это очевидно, потому что для малых преобразований параметры малых преобразований... Вот эти... Они просто складываются, правильно? Поэтому... Поэтому вот таким образом выбранная мера... Обладает правильными свойствами. И мы можем ограничиться, на самом деле, в дальнейшем. В дальнейшем нам только надо знать, что есть мера, и что при малых преобразованиях она вот переходит вот в такое поражение. Всё. Больше ничего знать не надо. Значит. Так вот, я хочу сказать, что мера интегрирования... Ну, мера вот, о которой я говорил там, через углы выражаются, да? Весь её интеграл. А углы... Углы... Углы Эйлера... Караметры преобразования. В группе О3. Ну, я говорил, что это то же самое делается в 2. Они... Альфа меняется от нуля до 2пи. Бета от нуля до 2пи. То есть, гамма от нуля до 2пи. А бета меняется от нуля до пи, да? Ну, это легко понять здесь. Того, что углы Эйлера в углах Эйлера, и вообще эти углы Эйлера наверняка вводились в разных предметах, да? Как бы на первом пусе еще не вводились в Айлера, углы Эйлера. Да. Вот. Так вот, мера. Это интеграл. Ну, понятно, что он будет... Чем он будет? Далее. А? Четырекрид квадратичный. Четырекрид квадратичный. А я же, ну... То есть для каждого х tuvo в конеченцию... А здесь-то будет Ну, бесконечная мера. Да, мера, конечно... vigilка – Бесконечная. Так вот эта бесконечность сегодня в этом интеграле, потому что... Потому что у нас есть... Потому что у нас вот эти вот дифференциалы, дифференциалы, вот эта мера интегрируя по А, Пси и Пси, они не зависят от Тельта, то есть они не меняются преобразования, они тоже калибровочные варианты. Вы делаете такое преобразование, ДА меняется, то есть ДА, ДА, ДА меня это равно ДА Тельта и так далее. Декси и Декси тоже не меняются, они не варианты. Ну как это понять? Как это понять? Ну, понять, можно въять, понять, можно въять, понять, скажем, ну посмотреть вот это преобразование и посмотреть при малых Тельта. Как это выглядит при малых Тельта? Оно выглядит так, что ДМЮ, пардон, не ДМЮ, оно выглядит так при малых Тельта, что АМЮ Тельта равно чему АМЮ? АМЮ? Сейчас. Так. АМЮ, тогда уже нам нужно АМЮ Тельта, да? Ну это, ну ладно, выводить приводится. Или поверите? Или выводите? Нет, не поверите. А? Не поверите? Ой, какой дебидорец. Ну давайте, давайте увидим. А когда я это писал, на самом деле? Ну ладно. Ну давайте малые преобразования. Что это такое? Что? Получаем. АМЮ Тельта. АМЮ Тельта, да? Это есть. Вот. И вот У там у нас вон ему написано, да? Тогда это есть равно АМЮ, да? Плюс И. СТА, ДА, на АМЮ, коммутатор. Правильно? Есть такое? Вот я беру У, подставляю сюда, разлагаю по Тельта, да? И понятно, что вот от У у меня есть первый член в этом коммутаторе, а у креста там стоит с обратным знаком же, ведь это... СТА стоит с обратным знаком, поэтому вот есть второй член в коммутаторе. И плюс, значит, что там? А здесь стоит ИЖ, ИД на Ж. И здесь стоит что? Де длю И. Ага. На И еще раз, да? Те длю Тельта. Правильно? Так? Все? Правильно. Где-то так. И восемь. Теперь я подставляю, я подставляю, что АМЮ, это есть вот такое АМЮАНОТРА, да? АМЮАНОТРА. АМЮАНОТРА, то есть, грубо говоря, я умножаю на Тельта А, ну лучше, когда я напишу здесь В, что я? АМЮАНОТРА, здесь у меня суммирование, да? Я умножаю на ТВ, да? Все это. Ну, предположим, умножаю, ну неважно, СЛЕОРИД, СЛЕОРИДЕСТРАНО. И беру ШПУР. ШПУР беру, так это неважно. Когда здесь я получаю А мюл А, это тогда Я закон предпозволит, я уже не в матерской форме получаю, а для компонента получаю И это есть А2 плюс Пи А здесь уже тоже напишу В и В, правильно? В и В И что же я получу тогда? Здесь, получается, здесь у меня стоит С, С, А, С А, С, А, С А что это такое, коммутатор? Это ИФАВС, значит, будет здесь минус ФАВС АВС, АВС, да? ТТВ, ТТВ и АС, правильно? Ну, где-то, может быть, СНАФ неправильный, да? Или правильно как? Так, соображаю ТТВ правильно, а С правильно У меня будет В, В, С, В, С, А Все правильно В, С, А А умножаю я на степку А здесь, конечно На степку А, правильно В, С, В, С, В, С Да, правильно И, значит, и здесь плюс, опять же, минус, минус, минус единицы на G, дмю бета А Ну, потому что я шпур, да? Все Все, вот такое выражение Нам, в общем-то, больше ничего написать нельзя, да? Другое дело, что, значит, где-то мы можем ЗНАК только можем ЗНАК, дружу вам не написать Но это не важно Ну, вот И, значит, да Ну, вот Вот Ну и, ну и вот Ну и что там Теперь Дмю Возьмем Теперь Что там Что нам нужно Теперь Нам нужно Показать, что Дифференциалы Вот это Дифференциалы Ну, поймем тут Здесь тоже мнение, да? Нам нужно показать, что это Дифференциалы И это Дифференциал ОА Ну, то есть Переход Дифференциал Переход Дифференциал Да? Потому что Значит Это Дифференциал Шпур Единичный Матрица Матрица Единичная Плюс Антисиметричная Матрица Единичная Плюс Антисиметричная Член по тэпто – это антисимметричная матрица Значит, у нас шпур такой матрицы – единичная плюс антисимметричная умножить на тэпто, да? Когда мы разлагаем два тэпто, берем логарифт. Это логарифт единица плюс малый добавок есть. Логарифт единица плюс малый добавок – это есть малый добавок, правильно? логарифм этой матрицы будет вот просто вот F-A-V-C матрица, да, теперь, ну и шпур ее равен нулю, поскольку она антиселегричная матрица, все, ну вот это доказательство того, что, вот это, что мера интегрирования и нориалка относительно, поликовочная нориалка мера интегрирования, вот и все. Значит, значит, еще раз повторяю, у нас есть такое, наше, калибровочное нориалка с мера интегрирования, и дальше, ну понятно тогда, что вот F-A-V-C должен содержать вот эту вот меру просто, F-A-V-C просто бесконечный, да, F-A-V-C просто бесконечный, и это и, это вот другая интерпретация, что ли, или другое понимание того, что у нас невозможно каноническое квантование, если было возможно каноническое квантование, да, то интеграл был бы конечный, а так, у нас интеграл бесконечный, ну, вот, и эту бесконечность надо как-то выделить, ну, как мы проводили каноническое квантование, ну, вернее, квантование, ну, скажем, ну, я не знаю, чтобы взять интеграл, надо перейти к каким-то... сафиксировать калибровку, мы фиксировали калибровку для того, чтобы провести это кантование, ну, давайте попробуем сафиксировать калибровку, но при этом, значит, и вот при фиксации мы увидим, что все-таки... по поводу зафиксировать калибровку, но таким образом, что вот эту вот меру-то интегрировать, вот эту меру интегрировать по группе как-то выделить явно, выделить явно. И тогда, вот, у нас эти духи и возникнут. Ну, а как это делается, значит? Как? То есть, у нас вот это вот есть интегрирование по каким-то одним переменам, и это интегрирование включает в себя интегрирование по группе тоже. Мы можем так сказать, что вот у нас есть... Давайте зафиксируем калибровку, будем фиксировать, фиксируем калибровку, все другие калибровки... Возьмем поля в фиксированной калибровке. И более интегрирование можно разбить на интегрирование по этих полям и на калибровочные... на преобразование группы, которые переводят из этих полей в любые другие. Вот такая идея, что, значит, нам надо перейти к интегрированию от полей фиксированной калибровки и к интегрированию по группе. То есть разбить вот этот вот интеграл, да, на два интеграла, на интеграл по полям фиксированной калибровке и на группу, на интегрирование по группе. Ну разбить просто так. Как вообще? То есть нам надо сделать некую замену переменных, да, некую замену переменных. Вместо вот dA ввести, интеграл по dA, вот так, перейти от интеграла по dA, перейти от интеграла по dA, на какой-то какой-то фиксированной калибровке, да, и по dC. Вот так это перейти. Ну как, то есть сделать какую-то замену. Как это вообще? Интегралы переходят в интегралах к другим переменам. Какой способ перехода? Способ замены переменных интегрирования. Какой способ вы знаете? Способ замены переменных интегрирований. Ну обычно, говорят, берем там, детерминат считаем, да? Ну, да, да, правильно. Мы здесь как-то, да, конечно. Но подсчет этого детермината удобно производить с помощью введения дельта-функций. Дельта-функций. Определение этого детермината. Что за детерминаты должны считать? Вообще, замена переменных в интеграле замена переменных удобно делать с помощью введения дельта-функций, да? Дайте мне такой пример. Ну, кто же его не знает? Ну, например, интеграл dx, dy, да? А мы хотим выделить, перейти к переменной x и, простейший случай, и z, ведь z равно x. Мы хотим вот эту переменную диски. А дальше там какую-то, любую из них. Мы говорим, что мы делаем. Мы вводим интеграл, говорим, умножаем, вот у нас стоит интеграл, здесь какая-то функция от x и, мы говорим, что давайте напишем вот еще. Значит, введем, вставим сюда, в этот интеграл, в единицу, в единицу, в который есть тот способ, который интеграл gz, n, а c минус x и y, да? Да? Интеграл не изменился. По единицу вставим. Ну, а дальше вот мы можем интегрировать хоть по x, хоть по y, понимаете? Интеграл по z оставить. Это вот такой способ замены элементов в интеграле. И вот он его, здесь мы его используем. Значит, ну, только это тривиальная, тривиальная замена в элементах. А то, что мы сейчас напишем, будет посможнее, но смысл-то тот же самый. Значит, что мы делаем? Мы напишем вот сюда следующую единицу, которую мы напишем. Мы напишем так. Это есть, вот что такое. Интеграл, по d, я так напишу. dm, это мера нагрузки. Ну, с этим не надо путать, да? Это мера нагрузки. Я напишу здесь dm, θ. dm, θ, да? Мера нагрузки, да? Это мера, которая, ну, она зависит от параметров преодолевания, естественно. Правильно? И вот здесь у нас θ. θ. Ну, я хочу написать эту меру для любых конечных θ. Любых конечных θ я пишу эту меру, но я знаю, что при малых θ, это мера вот так она. Это вот dmg, которая, а, ладно, dmg, это есть dmg, dmg, я лучше здесь. Ну, ладно, можно было просто dt, ага, это тоже d. Ну, можно было просто dt писать, но понимаем, что при dt не малых, это, вообще-то, сложное выражение, точно так же, как вот. Скажем, я говорил, как выглядит мера нагрузки через Хуэггера. Ну, а при малых параметров преодолеваниях можно ли так писать меры? Так вот, вот так-то. Я повторяю, можно здесь dmg, θ, так писать, это, в общем-то, все равно. Смысл такой, что это мера нагрузки. А здесь введем dt функцию вот такую. Вот. Ну, что мы хотим? Ну, так напишем. То есть, какой-то оператор действующий на а. Ну, этот, как мы хотим? Вот так вот. Введем dt функцию минус какой-то v от x. Вот. Давайте на а здесь напишем. А. И, конечно, это x здесь стоит. b от x. И это b от x. И это b от x. И это b от x. Что? Смысл какой-то этой дельтофункции? Смысл введения этой дельтофункции. Мы хотим, значит, фиксировать калибровку. Вот. Хотим фиксировать калибровку таким условием, что это некий оператор действует на а. Дает нам какое-то фиксированное поле b. Ну, например. Если мы хотим ввести лоренцовскую калибровку, то тогда этот оператор g это просто д-ню-а-бю. Да? А это есть ноль. Вот так вот. В простейшем случае. А в лучшем случае, вот так вот, какой-то оператор действует на а. Должно быть ясно, что это у стволя фиксирует калибровку. Фиксирует калибровку, да? Но это интеграл-то не единица, правильно? А что мы должны здесь написать? А здесь мы должны написать вот что. Некий детерминат m. Я не слышал, вот какой-то m, некий оператор, да? Оператор, детерминат m. Где? Детерминат. Где? Ну, что это за детерминат? Он определяется таким образом, что это оператор m. Это есть следующее. Дельта. 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 Ну, вот зависит от их жилья. М оператор. М оператор. Который зависит от их жилья. Но это еще, кроме того, матрица по индексам световым. Дельта. И, может быть, даже и по Лоренце снимает индексы. Так вот, это вот, как он определяется? Это дельта. Дельта. Значит, дельта. А. Мюм. Ну, а. Буду опускать этот индекс. Дельта. А. Да и этот тоже буду опускать. Световой индекс тоже буду опускать. Дельта. 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 От Х. Да? По. Дельта. Дельта. От И. Дельта. Это функциональная производная. От А. Дельта. От И. Функциональная производная. А, пардон. Ж. Ж. На А. Вот такая производная Ну, в самом деле, я могу так, значит, говорить Здесь, давайте, значит, здесь это у меня мера интегрирования, да? И здесь я уже беру, беру уже, тетто считаю бесконечно малым преразом Бесконечно малым преразом, тетто маленький параметр Ну, в самом деле, благодаря тому, что у нас есть инвариантная мера Я могу здесь написать, вот, перейти от интегрирования к малому параметру А дальше, а еще, кроме того, вот, что я еще могу сказать, значит Благодаря инвариантности вот этой меры, у меня детерминант, он тоже инвариантный То есть, детерминант, детерминант М, цета равен детерминант, детерминант М Вот, а это следует? Ну, я говорю, что, значит, ну, ладно, что такое? Вот здесь у меня стоит детерминант М Что такое детерминант М? Откуда зависимость от дета у него берется? Только здесь у меня, я дета стремлюсь на другу, да? Здесь мало Только через А у него зависимость М, говорит, зависит от А М зависит от А Когда я говорю детерминант М Когда я говорю детерминант М Ладно, я так Тогда я пишу Здесь стоит Детерминант М От А Да? Ну, и когда я говорю детерминант М Ну, и когда я говорю детерминант М То есть, я имею в виду детерминант М От А Вот этот, да? Это равен детерминант М Детерминант М От А Вот, что я имею в виду, да? А это свойство откуда следует? Здесь Ну, опять же Опять же из-за варианта стенера Ну, давайте возьмем здесь Вместо перейдем А Перейдем к К Сделаем преобразование над А Но здесь Вот это Давайте так вот Здесь индекс мю Выбросим, да? Не будет у нас никакого Ну, это же Это же Мера Это Это Ну, ладно Напишем тетта Вовс Тетта Что важно? Я говорю Давайте вот скажем, что Пусть Тетта Тетта Равно Тетта Равно Тетта Равно Тетта Равно Тетта 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 Но я хочу вам сказать, что мы можем сказать, что а это есть а тетто умножить на тетто в минус первой. Так напишем. Два надо пройдем преобразования. Ну, теперь перейдем здесь. Сделаем два преобразования. А здесь, ну или все равно, что... Ну давайте еще... Ладно. Может быть так лучше, может быть понятней будет так. Напишем сюда, значит, что сделаем? Напишем, что а равно... Заменим просто здесь, в этом интеграле. У нас стоит а. Но заменим его на а тетто. А. Заменим на а. Но, правда, здесь не а тетто фиксировано. Что же будет? Что? Ну, наверное, все-таки правильно было так написать, что давайте эти индексы уберем, чтобы они нас не смущали, не путали. И здесь напишем, я... Ладно. Напишем так. Тетто минус первой на тетто. Да? Или... Или... Как же быть лучше сделать... Ну, ладно. Напишем определение. Напишем... Да, ладно. Напишем просто определение. Детерминат м. Детерминат м минус первой. М от а. Детерминат м от а минус первой. Это есть... Ну, отсюда, перейдите в ту часть. Получим интеграл д ню тетто. Смесь детерминат м от а. Значит, g на а минус b. Вот так вот. Хорошо? А теперь напишем какое же равенство, но уже для другого... Детерминат м от а. А здесь, например, пишем тетто один. Да? Вот так вот. Какого-то преобразованного в минус первой. Да? Что вот равенство? Ну, просто подставим сюда а. Вместо а подставим а тетто один, правильно? А вот и делю тетто, а вот у меня... Детерминат м от а... Детерминат м от а минус b. Всё. А теперь мы говорим. А вот у меня... Детерминат м от а минус b. Да? Это есть... Что же я делаю здесь? Когда я опустил здесь дельта? Дельта g от а Здесь же у меня должен быть дельта Дельта g от а дельта минус b Дельта... Что у меня его не было, что ли? Я же писал бессмысленность Я интеллировал бобью А здесь никакой зависимости от преобразования не было, вы понимаете? Конечно, что здесь должно стоять вот а дельта, да? Преобразованное Берём какое-то а Фиксированное а Потом здесь действую g оператором Каким-то, ну я не знаю, на преобразованный На преобразованный На поле преобразованное Преобразованное с параметром дельта Интегрируем по дельту Ну, иначе просто бессмысленность была написана Да, бессмысленность была написана Теперь я говорю, что здесь стоит у меня дельта А здесь у меня стоит... Вот это определение Интеграма А А Не А возьмём А А На преобразованное с параметром дельта Тогда здесь будет стоять А дельта и ещё дельта Произведение преобразования Мы дельта и дельта преобразуем Два раза преобразуем Ну, теперь А мера дельта По определению меры дельта Это если не дельта, то дельта один Это инстегуляторная мера И мы видим, что дельта и дельта один опять Это новая мера Новое преобразование, которое Обзываем его опять дельтой И всё это будет тот же самый интеграм Вот такой смысл в реальности Да, в какую-то... Да Ну, вот видите Ну, вот здесь я писал дельта А там Не писал Или писал всё-таки, потом стёр А? А? Не писал Ну, не писал это, конечно Писал именно то И мы должны были понять, что я его выпишу Потому что, ну что ж такое Я интегрирую пан А здесь Зависимости от дельта никакой нет Ну и отсюда видно, что там дельта Здесь же а, дельта Всё Всё Ну вот Значит Это у нас здесь То есть Это Калибровочные варианты Витрина Калибровочные варианты Всё И этим свойством мы воспринимаем Значит, больше ничем, значит, больше ничем, да, больше ничем То есть подставим сюда эту единицу, подставим сюда, то есть напишем интеграл Интеграл, здесь дню, тепто, да, сюда, д большое, это значит, ню, тепто А здесь стоит, здесь напишем детерминат Детерминат n, да, от а А здесь напишем дельта функцию от g на а, тепто, минимум b Все, вот, что мы получили Ну и что дальше? Дальше что нужно? Дальше мы говорим так А вот давайте возьмем Возьмем И И Что сделаем? Скажем, то у нас есть вот инвариантность преобразования, да? Давайте Вот это мера инвариантна относительно тетто Относительно калибруции преобразования То есть вместо д мы можем написать да, тепто, да? Можно написать да, да? Можно написать да Есть инвариантность Относительно преобразования А здесь вот тоже, тоже напишем тетто, 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 да? И это тоже есть инвариант относительно преобразования тетто, да? Тоже можем написать, тоже мы доказали, что это детерминатный вариант И здесь получим просто А, а здесь ищем, здесь это, это, конечно, здесь, конечно, ничего не будет менять Но что дальше то сделаем? Ну все Дальше теперь взяли, у нас интеграл же сходится, да? Интеграл вот по этим переменным То есть это, так сказать, как это называется, немые переменные, немые индексы, да? И возьмем, теперь в этих немых индексах, в этих немых индексах, ну, я не знаю, вот эту букву, букву-то можно стереть просто, да? Буковку стерли, буковку стерли И вот у нас дельта, мера по группе, она и вывесла, да? Вывесла меру по группе Но, в интеграле появился, ну, дельта функция, которая фиксирует у нас калибровку Но, кроме этого появился вот детерминат Вот этот детерминат появился Вот, появился детерминат А что сделать с этим детерминатом? А появился этот детерминат? Как он появился? В числителе, да? А как мы можем написать? Значит, этот детерминат в числителе мы можем написать как интеграл 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 Здесь написать Плюс Фи крест На Ф Да? На Фи Скалярная полярка Ну, преобразующийся И ввести ДФи 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 крест ДФи крест ДФи ДФи Ну, а эти поем Рассказываются как градственную переменку Я вам демонстрировал, что градственную Интеграл, когда мы считаем Интеграл в градственных переменах В отличии от обычных переменных Когда считаем с обычными переменами Интеграл у нас У нас Детерминат лезет в знаменателе Как мы здесь говорим Да? А у красных переменных он в числителе как раз и лезет Вот Т.е. можно так написать Этот самый детерминат Все Вот это и есть Духи Фапии Упакова То есть Если у нас есть фиксация Делаем фиксацию переноски То Необходимо вводить в Духи Вот это понимается Детерминат А почему у нас Не было в этом Детерминат В квантовоэлектромианике? Ну, тревиально Потому что в квантовоэлектромианике Скажем У нас же Вот это вот Что важно Здесь Что это М у нас М Зависит от А Да? Если М не зависит от А Да? То Это что у нас? Детерминат Еще какой-то множитель Который На который нам наклевать Да? А важно Что он зависит от А А когда он начинает зависеть от А? Только тогда Когда у нас Преображение Понимаете В электритамике Что у нас было? Вот оно Этого члена не было Этого члена не было Вот у нас просто сдвиг Все И никакой зависимости Когда быть дифференциальным по Т Никакой зависимости от полей нет От полей А Нет А здесь тут появляется В зависимости от полей А В М Вот в этом М Вот в этом Операторе М Который вот так Определяется Да? Появляется Зависимость Ну я вот здесь Конечно От А он зависит Я тут написал От xy От А конечно Зависит еще Вообще В хромодинамике И это самое главное В зависимости от В хромодинаме Но эта зависимость Появляется Только тогда Когда у нас Труппа Необилена То есть Когда у нас Частицы Регионы Обладают Самодействием Ну вот ответ Это ответ В общем случае Для случая Общей калибровки Но еще Еще более общее Что мы можем сказать На самом деле Вот этот ответ У нас У нас Не зависит От B От B Мы любое B Здесь Мы же B Вот сюда Любое B Писали А поэтому Давайте еще Вот так вот Возьмем Т Проинтегрируем С неким весом С гауссовским весом А вот с таким весом Скажем Скажем С таким весом Плюс G Вот А В квадрате В квадрате На 2 З Плюс В квадрате На 2 З А В квадрате Замерим Из дельта функции Ну у нас Будет На 2 Или на 2 Ц Или на 2 Интегрируем Вместо В Вместо В Вместо Говорят Ту Калибровку Обычную Калибровку Калибровку Вставляли члены Фиксирующие Калибровку Говорят Ну если З равно Нулю То Тогда Это есть Какая Калибровка Какая Калибровка Ну поперечная Поперечная Пропагатор должен быть поперечен Потому что Иначе этот член Если Это не ноль То это Эксподент Весь Интеграл Убьет Правильно? Все Так Ну если З равно Единице То это А? Фейненовский Ну за этот знак Я не ручаюсь Может минус знак Сами собрались Да? В качестве Вместо Вот Ну а теперь Все осталось М Посчитать Правильно? М Посчитать Ну для В случае Когда у нас Конечно М вообще говоря зависит От От Того Какую Галибровку Вы выбрали Да? Но Скажем Скажем Ну как вы видели М от B не зависит, правильно? Поэтому, значит, от Z, конечно, не будет зависеть M, правильно? Это мы уже вставили в интегралку B. Вот M зависит только вот как определяется M. Ну, и если мы возьмем, опять же, берем малое преобразование, и значит, тогда, если берем Dμ Aμ здесь G это просто производное то такое это, есть понятно, что это такое? Это есть это есть больше такое, получим, что M равно ну, давайте я ну, пропорционально пропорционально, да? на самом деле, пропорционально здесь пропорционально, понимаете, я могу все коэффициенты, которые там есть в M у меня, я могу эти, понятно, загнать, они не важны, эти коэффициенты, понимаете? так, поэтому ну, понимаете, что нам важно? вот детерминат M, я говорю, детерминат M но какой-то конечный множитель конечный или бесконечный, но множитель, который не зависит от поля A в этом детерминате ну, на него, естественно, наплевать он не важен, он везде сократится у нас есть тут сознание интеграла приведемо с точностью до множителя бесконечного поэтому, что там говорить все множители за все множители вы можете наплевать и поэтому, вот мы получим M можем так написать, что M равно значит D квадрат D квадрат это A нам нужно вот Dm взять проинфицировать проинфицировать и потом с O A потом, грубо говоря, разделить на тельта, правильно? Производку по тельта вся то есть здесь никакого тельта уж, конечно, не будет D квадрат будет D квадрат это а тельта и минус D квадрат дельта дельта В минус G F F A B C F B C F A B C D D A N C D N О, какой шленд правильно правильно вот такой шленд будет да ну вот это не тот член который духовый член духовый детерминат мы писали вон там в Эми такой член мы писали когда водитель духового за это есть да опять повторяю не вручаясь не вручаясь зарплатить знак неважно неважно каков смысл где это а там там коэффициент что-то сами можете восстановить восстановить но вообще-то говоря до тех пор пока либо вы верить должны кому-то либо конечно лучше самому его останавливать но не всегда это удается вот я говорю что помните мы писали мы писали когда писали духовый член ланджиан духовый член помните мы писали мы его правду писали так д мю на фи крест правильно а здесь д мю д мю минус в а здесь а а здесь дельта б дельта а б минус ж и плюс я уже опять же не помню это вообще зависит от определения ж поэтому мы можем знак ж очень менять ф а б с а б с на фи а б б б вот так написали ну где-то так семь восемь да? но это то же самое что здесь перебросили производную вот эту перебросили сюда и получили это заражение так так вот вам вывод этого самого этих самых духов поверили по поводу да конечно я думаю, что динамику взять плохую калибровку плохую да, возникнут духи это хороший вопрос в принципе да, если возьмете нелинейную калибровку нелинейную калибровку то духи возьмете да то есть нелинейную калибровку да б будет зависеть от а да 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 нет видите, я вот здесь написал жена а но жена может быть, например, а квадрат вот, пожалуйста я же возьму а квадрат здесь будет а в четвертую ну и без бухов не обойтись да еще вопросы ну что, Евгений Анатольевич есть вопросы? а? серьезно? так что, вы не довольны? ну, я не знаю ну, давайте, готовьте вопросы все хорошо не надо вынести так еще я еще воплотничать у меня вопросы верну 10 пяшки ну, ладно а мне-то сюда нет а уж его не завтра вот не завтра ходите, я напрячу никуда не ходите но тоже да у не что я а Продолжение следует...